Всем привет, друзья, с вами Герахом. И в этом видео я хотел бы рассмотреть одного из самых забытых персонажей во вселенной Герант, а именно Иона. Ну а перед просмотром, хочу традиционно попросить вас поставить лайк и подписаться. Мне будет очень приятно. Приятного просмотра! Танк Ион за национальностью является немцем, но при этом не является ярым фанатиком нацизма. Всего Танк Ион появлялся два раза за весь сериал. Давайте для начала рассмотрим его внешний вид. Это средний монстр Германии, который имеет дополнительную пушку, а также некоторые части брони, покрытые дополнительными слоями металла, включая башню. Скорее всего, это были его самоулучшения, которые он себе установил, когда находился на заброшенной базе. За характером этот танк является спокойным пофигистом, а также он предентует название самого доброго танка во вселенной Геранда. Впервые появился в серии о тайно заброшенной базе, где сразу же помог советам, в рядах которых уже был КВ Челябинский. Именно благодаря ему операция по постройке второго КВ-44 смогла продвинуться дальше. После этого он исчез на долгий промежуток времени. Ну и не забудь подписаться на мой телеграм-канал, ведь там выходят спойлеры к новым видео, новости нашего канала. Там ты можешь пообщаться со мной и предложить свою идею для видео. Подписаться реально стоит. Буду рад каждому новому подписчику. Так что подписывайся по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Во второй раз он появился в немецком концлагере, где уже был в фуражке, что свидетельствует о его повышении. В это время в тот лагерь попал КВ Челябинский. И так как он был другом Иона еще с первой встречи, второй согласился ему помочь. Вместе им удалось вернуть костюм Челябинского. Как раз в то время с этой базы также сбегали Ратта и Матильда. И не зная на чьей стороне Ион, Ратта критически ранит его. Конечно же КВ впадает в ярость, но Ион его останавливает. Говорят то же самое, что Т-35. Всячески прося КВ не впадать в ярость. После чего он умирает. И этот момент является одним из самых печальных во вселенной Геранда за все время. Ведь просто ни за что умер самый добрый персонаж. И после этого его история заканчивается. Ну думаю друзья пора заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на ТХ-ку. Тоже подписывайтесь. Всем пока.